С 1 июля 2016 года произойдет рост тарифов на коммунальные услуги. В соответствии с действующим законодательством, тарифы на коммунальные услуги, как и в предыдущие годы, для всех ресурсоснабжающих организаций установлены с календарной разбивкой на два полугодия. При этом в первом полугодии 2016 года тарифы на коммунальные услуги не могут превышать уровень тарифов, действовавших в декабре 2015 года. Данное ограничение роста тарифов с нового года позволяет сгладить рост расходов граждан, ограничив увеличение тарифов с нового года. Поэтому 1 января тарифы могут быть на уровне декабря или ниже. С 1 июля текущего года произойдет рост платежей за теплоэнергию. По предприятию объединенных котельных и тепловых сетей рост составит 5,4% или 2470 рублей. По поселку Искатели тариф неинской коммунальной компании также увеличится на 4,2% и составит 2386 рублей. Данные тарифы ниже действовавших на конец прошлого года. Для жилфонда, отапливаемого автоматика-сервис, тариф утвержден в размере 1529 рублей за 1 гигакалорию. Для городского жилфонда, отапливаемого Нинской коммунальной компанией, тариф за 1 гигакалорию составит 1588 рублей. Изменения с 1 июля коснутся не только теплоэнергии. В этом же списке электроэнергия, водоснабжение и водоотведение и розничные цены на твердое топливо. Вырастет стоимость на электрическую энергию для населения. Для городского населения тариф на Нинмарской электростанции увеличится на 7,5% и стоимость 1 кВт составит 4,62 рубля за 1 кВт в час. Для сельского населения тариф устанавливается с коэффициентом 0,7, поэтому для сел тариф за электроэнергию составит 3,23 рубля за 1 кВт в час. С 1 июля меняются тарифы на водоснабжение для населения в городе Наринмар. Они вырастут на 9%, на водоотведение 7%. Для проживающих в сельской местности услуги водоснабжения вырастут на 0,6-0,4%. Подрастут розничные цены на твердое топливо. 1 тонна угля для жителей сел составит 2252 рубля, куб дров 1318. Незначительно увеличатся розничные цены для газ. В среднем, в зависимости от категории потребителей, они изменятся на 3-4%. Важно отметить, что оптовая цена Печорнефтегазпрома остается неизменной с 2013 года. Цены меняются за счет услуг по транспортировке газа компании «Наринмарокергаз». Рост платы граждан за коммунальные услуги регулируется и контролируется. Контроль индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги – это основной инструмент ограничения повышения платы. Поэтому тариф, например, на теплоэнергию, не может быть увеличен за один год в два раза. Правительством установлены основы, в соответствии с которым постановлением губернатора Нейнского автономного округа определён максимальный индекс изменения платы гражданина за коммунальные услуги. Для всех муниципальных образований он установлен в едином размере – это 6,7%. Соответственно, у любого гражданина Нейнского автономного округа совокупная плата по коммунальным платежам с 1 июля не может вырасти более чем на 6,7%. Проверить это достаточно просто. Необходимо из вашей платежки за июль месяц суммировать стоимость коммунальных услуг – это вода, канализация, тепло, газ, электроэнергия – и сопоставимых объемах сопоставить с вашими расходами за декабрь. Сумму июля разделить на сумму декабря, умножить на 100 – вы получите искомый коэффициент. Он не должен превышать установленных 6,7%. Коммунальные тарифы информация «Открытые» публикуется, размещается в том числе и в сети интернет. Ознакомиться с установленными тарифами на 2016 год можно и на официальном сайте Управления по государственному регулированию цен тарифов Нейнского округа на портале органов государственной власти. Там же на сайте реализована интерактивная карта текущих и устанавливаемых с 1 июля тарифов для населения, где наглядно по населенным пунктам представлена необходимая информация, достаточно удобный инструмент.